Мивости, братцы, пришите в гости, будем очень рады, мы всегда друзья. Телекомпании из городов Подмосковья, гости из регионов, а также тележурналисты из дружеских стран Сербии, Болгарии, ДНР, Китая представили своих делегатов на 23-м открытом фестивале телекомпании «Братина». С каждым годом число участников растет, расширяя границы дружбы между телевизионщиками. Мы ждем встречи со старыми друзьями и знакомимся с новыми людьми. Мы выполняем свою привычную работу и в то же время придумываем что-то новое. Поэтому эмоции всегда переполняют. Президент фестиваля Сергей Боков отметил, что «Братина» – это не 4 дня в году. Это постоянное общение с коллегами, организаторами, новые идеи. Ведь несмотря на то, что телемарафон призван объединить журналистов, каждый раз его формат немного видоизменяется. Это на самом деле уникальное движение. Я на многих фестивалях был, членом жюри многих фестивалей был. Но такого, в общем-то, нет. Потому что другие ценности у людей, другие цели и задачи. У нас все-таки мы сохранили дух братства, дух единства. «Видное ТВ» – постоянный участник фестиваля. А также телеканал оказывает техническую поддержку в проведении «Братины». Конкурс «Вы в эфире» стал волнительным для семи его участников, которые соревновались в умении правильно говорить, общаться с людьми, доносить до зрителей необходимую мысль. Но не меньше волновались участники конкурса «Телерепортаж с колес». За лучший сюжет боролись 18 телекомпаний. По правилам соревнований, тему для сюжета нужно было найти в этот же день. А также снять и смонтировать репортаж. Участники от «Видное ТВ» ношли героиню в школе Олимпийского резерва «Динамо Дмитров», прочитав короткую новость в местных соцсетях об Анне Грош, которая на российских соревнованиях по художественной гимнастике в городе Тольятти завоевала золотую медаль. Аня, я знаю, девчонки называют тебя… Грошик. Грошик. Но сегодня этот маленький Грошик сумел превратиться в большую золотую медаль. Татьяна Брылова, Константин Брылова, телеканал «Видное ТВ». Хватило на большой расширенный репортаж на самом деле. Две минуты – это очень мало, чтобы рассказать о человеке, о герое, вообще показать его. Но в том-то и фишка вся, что надо умудриться все-таки вложиться в это время. Ну, мы немножко отрезали, я думаю, все хорошо будет. Получилось не просто хорошо, а отлично. Телеканал «Видное ТВ» завоевал свою золотую медаль, став победителем конкурса «Телерепортаж с колес». По традиции, на закрытии фестиваля первые награды вручают именно за этот конкурс. Признать победителем «Видное ТВ», «Город Видное» за репортаж «Золотой Грошик». Спасибо городу Дмитрову за то, что мы смогли найти здесь такую благодатную тему. Ну, а нашей героине я хочу пожелать олимпийской золотой медали. Но это была не единственная победа 2019 года. Второе место в номинации рекламный ролик автора Елена Бабина. Еще одна награда за хорошую работу телекомпании. Большое спасибо жюри. Просто замечательно, когда твоя работа отмечают. Тем более, мы всегда в этой номинации участвуем. И, конечно же, стоит отметить еще одну важную победу нашего коллеги из развилки Иосифа Гринберга. Он завоевал первое место в номинации рекламный ролик, анимировав собственное стихотворение «Сосед», призывающее всех, кто живет рядом, относиться друг к другу с уважением. Придется зайти к ним с тортом, посидеть за хорошей рюмкой чая. Может, они скажут, слушай, мы хорошие соседи. Почему нет? Братина завершилась, и все ее участники с долей грусти покинули город Дмитров, который уже третий раз подряд принимает фестиваль. Впереди год, а значит, есть возможность снимать новые интересные сюжеты и фильмы, рекламные ролики, чтобы вновь показать свое мастерство на этом главном для многих из журналистов Подмосковья празднике творчества. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Владимир Горенневич, Ольга Садовская. Видное ТВ. Все на свете зла желает, любопытный наш народ, вокруг них зам собирает, правда и наоборот.